Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Для того, чтобы увидеть исходящие ссылки, которые нашла программа, перейдем на вкладочку External На этой вкладке мы видим URL, на которой идет исходящая ссылка с нашего сайта Код ответа сервера данного URL, а также количество ссылок, которые ведут на этот URL На что стоит здесь обратить внимание? Во-первых, это количество страниц, с которых стоят ссылки на тот или иной URL Например, отфильтровав от большего к меньшему, можно увидеть то, что на моем сайте 464 страницы ссылаются на 3 URL Как несложно догадаться, это сквозные ссылки При анализе также важно смотреть на коды ответа сервера тех URL, на которые ведут ссылки с вашего сайта Отфильтровав, можно обнаружить, что часть страниц ведет на страницы, которые отдают код ответа сервера 404 То есть ссылки ведут на несуществующие страницы Аналогично код ответа сервера 403, а также всевозможные редиректы с кодом ответа сервера 301, 302 Отдельно хочу обратить внимание на функционал фильтрации, который позволяет отфильтровать тип контента Например, если выбрать Image, то получим все исходящие ссылки, которые ведут на картинки, расположенные на других сайтах Также существует фильтр по PDF документам, JavaScript, CSS, ну и конечно же HTML Также внизу программы существуют дополнительные вкладки с подробной информацией Например, выбираем ссылку, и здесь видно целевой адрес, код ответа сервера На вкладке InLinks отображается информация о том, с какой страницы стоит ссылка, на какую страницу она ведет и с каким анкором В данном случае мы видим то, что ссылка была только одна Для сравнения выберем целевую страницу, на которой стоит больше исходящих ссылок с моего сайта Например, видно то, что на сайт uptop.kyiv.ua с одной страницы стоит две ссылки Одна с анкором распрутка и другая с каким-то длинным анкором, в чем же заключается распрутка сайта Еще один пример, допустим, на URL.voku.su видно то, что стоит три ссылки На странице «Эффективное использование контекстной рекламы» стоит без анкоррная ссылка На странице «Как контролировать бюджет и измерять эффективность ссылок в коде InLinks» стоит еще одна ссылка на этот же URL с анкором продвижения сайта в сети Также можно заметить то, что эта же ссылка есть на странице пагинации То есть, по всей видимости, она расположена где-то в верхней части публикации И таким образом попала еще на раздел пагинации Если брать сквозные ссылки, то видно то, что с каждой страницы сайта стоит ссылка на один и тот же URL Анкора нет, потому что это ссылка-картинка, но вот видно то, что здесь один и тот же атрибут alt Рассмотрим вкладку Outlinks Информация на этой вкладке появляется в том случае, если с той страницы, на которую вы ссылаетесь, происходит редирект на другую страницу Рассмотрим это на примере Возьмем URL plus google.com, идентификатор, rel-author Видно то, что ссылка ведет на этот URL, но с него происходит редирект на обновленный URL plus .google.com slash plus y бокалов То есть это новый URL Рассмотрим еще для одного примера Это сайт aptop.kyf.ua И видно то, что с главной страницы сайта происходит редирект на сайт www.studio.up.com.ua На вкладке Image.info отображается информация о тех ссылках, которые ведут на изображение Можно найти тип контента Image в общем списке, либо выбрать при помощи фильтра нужный тип контента И видно то, что здесь отображается страница, с которой стоит ссылка, картинка, на которую ведет ссылка и значение тега alt Для удобства восприятия таблицы также можно менять тип отображения По умолчанию стоит тип отображения лист Можно использовать тип отображения дерева Сразу становится видно, на каком домене, на какие страницы ведут ссылки То есть сразу видно то, что на домене searchengine.guro несколько ссылок на отдельные темы и отдельные посты Или другой пример, на сайте YouTube стоят ссылки на отдельные ролики Использовать или не использовать этот режим отображения уже решайте сами, кому как удобнее Я верну назад на тип отображения лист Вкладка Serp Snippet при анализе исходящих ссылок сайта не нужна На мой взгляд, это вообще не самый нужный инструмент в программе Насколько я понимаю, он необходим для того, чтобы тестировать то, как должна та или иная страница отображаться в выдаче Google на тех или иных типах устройства Для вкладки External здесь необходимых данных нет Для того, чтобы просто понимать о чем речь, перейдем на вкладку Internal, выберем какой-либо URL К сожалению, у меня тегов description на сайте не настроено, поэтому разберем только на примере тега title Выбираем какой-либо URL, видим то, что он поставляется в title Можно выбрать тип девайса, либо desktop, либо mobile Также здесь поддерживается функционал расширенных сниппетов То есть, либо количество отзывов, люди, события Можно добавить звездочки Не знаю, конечно, может быть, кому-то такой функционал и нужен На мой взгляд, эта штука бесполезная Вернемся к анализу исходящих ссылок В принципе, все, что можно было посмотреть в самой программе, уже посмотрели Но стоит вопрос, как быть дальше, как правильно экспортировать полученные данные Для того, чтобы с ними было удобно работать Выберем в разделе экспорта All Out Links Данные выгружены Перейдем непосредственно в Excel файл И смотрите, в этом Excel файле первые две строчки удалим как лишние Есть следующая информация Source – это страница, с которой идет ссылка Destination – это так называемая цель, куда ведет ссылка Alt Text – это если ссылка в виде картинки, то значение атрибута Alt Anchor – это если ссылка HTML, то текст между тегами A Код ответа сервера И Follow – это либо открытая ссылка, либо закрытая в NoFollow Формат экспорта из программы не очень удобный То есть, например, можно увидеть то, что есть ссылки внутри сайта с одной страницы сайта на другую же страницу этого же сайта с тем или иным анкором Закрепим верхнюю строчку Также можно увидеть то, что не все страницы, с которых ведут ссылки, относятся к анализируемому сайту То есть, видно то, что большинство ссылок с бокалов.инфо Но другая ссылка, видно то, что значение Source – продуктовый форум Google Это связано с тем, что с бокалов.инфо идет ссылка на этот URL Но он, по всей видимости, с каким-то редиректом перенаправляет на новый URL И получается то, что вот эта страница, на которую идет ссылка, она попадает в значение Source Необходимо отфильтровать полученные данные Воспользуемся стандартным фильтром Для начала фильтруем все ссылки, где в качестве цели идет бокалов.инфо Это, получается, внутренние ссылки Их рассматривать нет смысла, поэтому мы их удаляем Сбросим фильтр Теперь в столбце Source Наоборот, необходимо ввести фильтр так, чтобы все ссылки ввели с домена бокалов.info Скопируем полученные данные И вставим на другую вкладку Теперь у нас получилась чистая таблица, в которой исходящие ссылки именно с нашего сайта И именно на другие домены Теперь смотрите, надо разобраться, как вы хотите дальше использовать полученную информацию Помним то, что часть ссылок, которая у нас размещена на сайте Это сквозные ссылки То есть, по сути, если вы делаете аудит сайта И хотите эти ссылки закрыть или удалить То это вам надо поставить задачу разработчику И отдельно есть ссылки внутри сайта, на самом сайте, одиночные И это, как правило, задача для контент-менеджера Как я уже говорил раньше, удобно смотреть сквозные ссылки непосредственно в самой программе То есть, отфильтровать их по числу страниц, где они встречаются Видно то, что всего на сайте три сквозных ссылки Это rmao.ru Можно применить сразу же фильтр к цели Отметить все, где rmao.ru Полученные ссылки можно удалить из этой таблицы Следующая ссылка это vk.com Также выделяем и удаляем Ну и google plus Все, в таблице остались несквозные ссылки Теперь можно выбрать какой-то один тип ссылок Для примера я выберу href За ненабденностью можно удалить столбец alt text И код ответа сервера Если у вас не стоит задача Именно физического удаления ссылок А вы, допустим, хотите закрыть их в nofollow То можно выбрать те ссылки, которые в настоящее время открыты То есть оставить только true Получилась таблица, где в столбце b идут списки страниц вашего сайта Также для каждой страницы сопоставлен URL, на который она ссылается И анкор ссылки Эту таблицу можно точно так же скопировать И без фильтра вставить на новый лист И в принципе уже в таком виде передать ее контент менеджеру Чтобы он добавил ко всем исходящим ссылкам Атрибут nofollow На этом основную часть урока можно считать законченной Если вам понравился данный урок И вы хотели бы посмотреть новые уроки По программе ScreamerFrog SEOSpider Не забывайте ставить лайки Если вы до сих пор почему-то не подписаны на мой YouTube канал Обязательно подписывайтесь Не забывайте посещать мой SEO-блог И высказывать свое мнение в комментариях На этом на сегодня все До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok